мы с вами продолжаем законы шабата и сейчас мы поговорим про узлы точнее про узлы мы уже говорили мы поговорим про развязывание узлов какие у запрещены напоминайте мне товарищи не запрещены есть спор или тот узел который не развяжется есть такое мнение или большинство мнений собственно говоря море узел который профессиональный какие у нас есть профессиональные узлы советском союзе видимо в постсоветском союзе это осталось мы говорим про морской узел в море больше говорят по-моему где-то в морской этом тоже упоминается но когда мы говорим те времена как правило это был узел погонщика то как вязали верблюдов почему потому что не шел с каждым верблюдом погонщик шел погонщик перед первым верблюдом и за ним шло еще там 10 верблюдов и нужно было их связать таким образом с одной стороны чтобы это им не мешало идти с другой стороны ни в коем случае не не отвязался не убежал потому что иначе все потеряно поэтому мы сказали что у нас есть понятие такой профессиональный узел узел погонщиков морской узел нам легче представить мы не вышли не были в той культуре для вообще понятия погонщиков существует даже сегодня в том же израиле этого понятия нету но может быть у бедуинов в саудовской аравии кто-нибудь гоняет еще на верблюдах хотя я думаю что караваны верблюдов тоже там уже вышли из моды в подавляющем большинстве мест и профессионализм в этом отношении тоже вышел вы скажете ну парусные корабли тоже вышли из моды можно сказать корабли вышли а яхты очень даже остались объектах все эти узлы требуется не в меньшей степени даже если я то небольшая мы сказали главное условие какое узла что он сам не развяжется а если я его могу мизинчиком вот так упс и развязать я буду его считать профессиональным или нет профессионально завязал развязать могу вот так вот что да очень профессиональный и он будет запрещен или нет одной рукой взял потянул за ниточку и узел развязался это будет узел который однозначно запрещен то есть ни в коем случае я это сейчас еще раз подчеркиваю потому что есть всякие байки которые ходят есть некоторые лохот которые ходят в виде кем-то придуманных байк логику и можно конечно откуда-то догадаться по какой логике эти байки придумали источника в этих байк нет и это отнюдь ни одна лоха в данном случае если это развязывается одной рукой это никаким образом не убирает профессионализма если сам по себе узел не может развязаться то в таком случае и мы говорим это профессиональный узел запрет до райта по всем мнениям что есть люди которые говорят а я где-то слышал такую аллаху что одной рукой даже это байка которая никаким образом с не связано с реальной лохой хотя как байку слышал к сожалению обувь кто у нас с шнурками я знаю я знаю мы сейчас повторяем мы сказали если мы делаем бантик то в таком случае это мне будет разрешено если у меня есть потребность для этого дня и это меньше чем на 24 часа у меня два условия цена двойной бантик бантик на бантике нельзя цена почему потому что по большому счету это уже как и двойной узел не развяжется само по себе маленьким детям иногда когда они бегают и не все время развязывается делают бантик на бантике зачем чтобы не развязалась само по себе то есть этот бантик на бантике в любом случае нужно развязывать сам он упасть принципе не может частности вы скажете а если вдруг где-то он зацепился один раз зацепился все может быть с точки зрения теории но сам по себе это невозможно и и сейчас мне правильно сказали ну мы уже это учили у нас есть многие малоход и это в частности которая идет парой кошер матир завязывающий развязывающий в принципе мы не можем развязывать все те узлы которые мы не можем завязывать я не могу развязывать тот узел который запрещено завязывать то есть если разрешено завязывать бабочку значит я могу снять развязать бабочку у меня есть двойная бабочка которая запрещено развязывать мне будет запрещено ее развязывать цена естественно что когда мы говорим в храме вы помните для чего нужно было завязывать что вязали сети для 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 филозона для рапанов какая из них кошер это завязывать матир это развязывать и в принципе когда попадался хилозон в сеть то развязывали узел не резали его и вытащите не рыба которая достаточно гладкая развязывали узелок брали этого рапана и обратно завязывали узелок цена принципе на сегодняшний день мы развязываем не так уж и часто есть интересный вопрос если я завязал бабочку она случайно превратилась в узел можно за развязать или нет логику логику включайте исходя из того что мы сказали значит один человек говорит вы вязали непостоянный узел поэтому и развязывать можно другой человек говорит сейчас уже есть двойной узел а двойной узел развязывали завязывать нельзя развязывать нельзя я меняю свою позицию как в примере с едой а я меняю свою если поменялись на зеркальное я случайно шаббат мы сделали помните пять признак пять пунктов возврат но так там тоже есть в этот момент если случайно я не помню точно что то что то случилось но не было намерение он превратился конечно было хавана ты развязал это для того чтобы вытащить рапана и за для того чтобы завязать это обратно конечно тебя была именно кавана можно развивать можно можно потому что мы сказали это зеркальность тем действием которое он делал он сейчас связал узел который можно развязать это то что он собирался мне нету здесь причины сказать что он сейчас снова таки может быть с профессиональным узлом это не получится но профессиональный узел на той профессиональной что он сам по себе завязаться не может в отличие от двойного который мы говорим бабочка очень легко может сбиться на потянул там за ушко в неправильном направлении и у тебя это превратилось в двойной узел мы его в любом случае не считаем профессиональным мы сказали что у нас есть спор по поводу профессиональных вопросов нет все согласны что запрещено до райта здесь вообще по поводу двойного можно ли его рассматривать профессиональный есть мнение которое говорит что да в любом случае мы говорим что он будет запрещен попал все мнения но есть мнение которое говорит что он профессиональный есть мнение которые профессиональные но в профессиональном есть еще один такой момент что там у нас есть кого на в этом двойном который случайно получился кого ты точно не было поэтому сказать что мы сейчас скажем что нельзя его развязывать проблем потому что мы говорим это малаха она зеркальная от куши что он делал при завязывании узлов мы зеркалим на то что запрещено делать при развязывании цена если у меня завязан носки связаны ниткой на узел новенькие или в старые времена делали сегодня так вообще не делают когда чтобы меньше портилась одежда брали зашивали завязывали узлом шею ну чтобы как бы как и более единым и было примите тогда же все шло на трение чтобы не порвалась зашивали дырку для шеи и делали узел развязать такие узлы будет шаббат запрещено узел которыми закрыта еда раскрыть еду но мы будем обычно при этом не раз не распускать узел а рвать чтобы не получилось что мы сейчас распустили чтобы еще раз завязать цена порвать поэтому упаковки еды мы спокойно рвем нельзя запрет мудрецов это тут с точки зрения дура это в этом проблемы не будет но мудрецы это своего рода штраф за то что ты не подготовился к шаббату это не это не то что ты здесь сделаешь запрет дурайта распускание если порвешь нет мудрецы штрафанули цена штраф бывает есть довольно много вещей которые мы рассматриваем как штраф то сшивать следующая млаха тофер когда у нас есть 2 2 кустка ткани как правило которые мы с помощью нити соединяем в принципе нити имеется ввиду одно прокалывание здесь не будет называться плохой речь идет о том что есть или два прокалывания и узел или хотя бы три прокалывания то чтобы она хоть чуть-чуть держала не волнуйся еще хватит игру если у меня порвался иногда бывает на одежде что где-то там нитка надорвалась и шов потихоньку начинает расходиться но у тебя там еще энное количество раз продета поэтому не распускается сразу но каждый раз он тебя еще чуть-чуть еще чуть-чуть и иногда будем по крайней мере до до того как ты исправил ты просто берешь нитку и натягиваешь и у тебя по крайней мере та часть которая еще продета она у тебя сразу сжимается и получается что не так бросается в глаза это место надрыва вот так вот натянуть это будет запрещено с точки зрения тофер потому что я соединяю хотя я это и не фиксирую окончательно фиксация окончательно мне нужен узел для этого но даже то что я натянул это у меня будет запрет потому что я сейчас их скрепляю пусть даже не постоянно но на какое-то время цена похоже с узлом цицита да да можно ли пользоваться булавкой в принципе у тебя только вместо нити будет железная железная нить если это английские булавки которые ты пропустил здесь один раз здесь пропустил раз и она зацепилась само за себя знаете что то английская булавка знаете она сама к себе закрепляется она не закрепляется в ткани то в таком случае это будет разрешено если я беру булавочку невидимку простую как иголка только без ушка и пропускаю ее нет там 3-4 раза внутри достаточно на самом деле то я говорю что это будет у меня в принципе запрещено как нитка потому что она у меня будет держаться на сопротивление вместе прокола то же самое на самом деле это будет держать даже лучше чем иголка почему чем нитка иголка имеет имеет свою прочность она дает упор в отличие от нитки который упор не дает сына то есть в нитке это чисто трение здесь у тебя еще появляется упор английская булавка это когда у меня такая длинная штука внутри закрываешь саму на себя то есть это как бы и у тебя кружок от которого в две стороны уходит и на одной из головков который вставляется 2 это английская булавка молния не рассматривается как это вопрос который спрашивает и обсуждения уже там есть просто там уже все фиксаторы у тебя готовы ты сейчас не делаешь как бы какого-то нового действия по фиксации фактически ты просто делаешь механическое сдвигаешь уже готовая и она сейчас фиксирует цена ты сейчас не делаешь какого-то действия прокалывания ниткой иголкой ткани несколько раз это у тебя новое действие в молнии у тебя нового действия нет никакого нового у тебя просто сдвигание и которая фиксирует уже существующие вещи так что они в принципе не должны расходиться липучки в принципе зависит от того какая липучка если мы говорим липучки как раньше были памперсы которые клей просто-напросто и там ты раскрыл и ты сейчас приклею ты расклеил если ты сразу еще прицепил тогда если нет то у тебя клей высох и все ты уже не можешь больше делать там это будет до рассматриваться как тофер ты соединил уже своим действием если это у меня липучки как сегодняшние липучки кстати папперсах сегодня тоже уже так обычно делают у тебя есть грубо говоря волосатая поверхность и специально другая поверхность которые хорошо скрепляются друг с другом но это ты можешь раскрыть открыть раскрыть открыть открыть они их природа не поменялась ты сейчас не сделал как никакого изменения с этими двумя частями цена соответственно нет результата мы сказали в чем разница между а вода и маха сендер убери телефон и ответь мне пожалуйста а вода и маха в чем разница и не пытайся перевести на русский язык потому что получишь один тот же результат работа облагораживает я понял человека попытайтесь кто еще пытается это работа с точки зрения процесса а млаха если что он сказал по моху что это действие я действие результаты немножко разные правду что это более общее согласен на сто процентов с тем что центр ответил но сам лохой мне не хватило мне нужен функционал у меня есть что-то новое сделано что мне нового сделано когда я зацепил липучкой ничего что мне нового сделано когда я закрыл молнией когда я застегнул пуговицу что и нового сделал да у меня сейчас вот видите соединены два края рубашки соединены может и шабат нельзя и пуговицы застегивать разъединить не так но если я разъединил соединю у меня поменялся сам сама рубашка поменялась как-то да мне удобнее потому что сейчас это зафиксировано но шить это будет как футболка у которой нету этого соединения тоже можно пользоваться зашивать нельзя почему потому что сейчас ты изменяешь саму вещь если нитка начала провисать и торчит игол и ниточка в сторону не извините пуговица начал провисать из-за того что нитка начала потихоньку разматываться я не могу затянуть точно так же как мы говорили про затягивание пришивание я не могу просто это накрутить потому что я сейчас делаю фактически действие которое фиксируется с точки зрения физики да нельзя рвать ни в коем случае поймать ниточку интересный вариант не слышал я про такой вариант чтобы потому что английскую булавку сквозь дырки пропустить нельзя точнее одну часть ты можешь пропустить а второй не можешь да но ты не сможешь пропустить ее там мы сказали у тебя идет как бы две иголки одну ты можешь пропустить через дырку а у второй есть голова ты никак не сможешь пропустить через дырку у нее есть голова которая фиксируется голова фиксатор ты не можешь это пропустить то есть я здесь практически не понимаю как если придумаешь как практически сделать то ты можешь таким образом поймать убегающую пуговицу вы выгнуть ты сделаешь новую форму это уже будет последняя тридцать девятая млаха тикун кли если ты сейчас изменишь форму для того чтобы она сейчас могло фиксировать однозначно запрещено даже если это китайская китайская английская булавка который ты берешь только прикоснулся она тебя уже сразу искривилась кроме того что она держать не будет то ладненько следующая млаха кореа рвать для чего нужно было в храме это звучит немножко интересно когда червяки если какие-нибудь насекомые поели в нити или ткани которые были покрытием ткань храма так говорит гамара и на самом деле могу сказать что это не обязательно насекомые иногда достаточно того что сильный ветер у тебя идет движение у тебя идет трение и в каком-то месте у тебя может появиться дыра в таком случае в начале если появилась дырка никто не делал грубо говоря паука собрать во все стороны чтобы закрыть эту дырку что делали делали надрыв и потом надрыв сшивали то есть если появилась маленькая дырочка то ее не зашивали саму по себе делали надрыв через дырочку и потом этот надрыв сшивали напряжение это я уже как инженер отвечаю потому что в тот момент когда вы все сходится на одну точку то у тебя там напряжение увеличивается в разы и поэтому вероятность что у тебя дальше порвется именно в том в том же месте или на соприкосновении с этим местом увеличивается в десятки раз если же ты сделал надрыв то ты распределяешь напряжение по этой линии цена я не могу точно сказать какой длины делали надрыв и так далее не видел такого обсуждения честно говоря наверняка это было в зависимости от того какой величины было дырки соответственно чтобы можно было совместить эти края без того чтобы у меня появились новые складки можно вопрос возникает другое мы учим чтобы царели а гуляв а гуляв были настолько искусны что там просто вам они поможительные вещи делали как могли не предусмотреть такие простые вещи как просто что трется и ветер бьется предусмотрели вот тебе дается аллах а это одна из 39 9 метров а может распространяться на любые другие действия причем здесь это именно что эта ткань могла порваться из-за не учета напряжения нет не учет напряжения мог появиться если ты неправильно зашил дырку некогда ты изготовил а дырка и дырка могла появиться или из-за насекомых или из-за какого-то смотри то что ты говоришь правда написано что не написано что мухи не было было написано что мухи не 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 было на жертвенном мясе никто не сказал что муха не залетала сказать что муха не садилась ни разу на жертвенное мясо и это одно из чудес который бы здесь и чудес которые приводятся что были в храме в перке вот это в пятой голове у нас приводится цена но никто не говорит что в храме не было вообще насекомых нет такого нигде такое не написано ты говоришь но если гулять так гулять гулять так гулять не всегда ты можешь распространить это ровно настолько насколько тебе хочется факт что здесь так у нас написано в сахад шаббат и так написано в шурка на руки рвать бумагу нельзя рвать туалетную бумагу если крайний случай самый простой крайний случай я зашел в туалет а там не закончилась бумага которая порвана закончилась мне никто не говорит это уже крайний случай мне говорят у нас есть такое понятие уважение к человеку из-за уважения к человеку мудрецы сказали мы не будем устанавливать запреты дарабанан которые будут противоречить уважению человеку еще раз повторю я не говорю что мы берем и отменяем запреты это неправильная постановка вопроса не может прийти и сказать мне здесь это мешает поэтому я сейчас отменяю запрет но мудрецы когда они ставят свои ограды то они говорят здесь я запрещаю а здесь я разрешаю или если мы сравниваем как лазар сказал это с оградой то я говорю я поставил ограду а здесь я оставил калитку изначально когда я строил ограду у меня осталась калитка мне не нужно сейчас взять и поломать ограду чтобы пройти внутрь потому что мне мудрецы разрешили поломать ограду здесь зачем ломать ограду здесь мудрецы они мне фильм самогонщики смотрели классика советская я понимаю что фильм был до того как родились все присутствующие но тем не менее там есть просто момент когда они убегают и убегают от милицейских и пытаются перелезть через забор и там один подпрыгнул не не может вот там перекидывать через забор милиционер стороне стоит и показывает здесь калитка проходить а за забором нас стоит машина в которой их садят то есть мы сейчас фактически говорим не нужно алиф не нужно пренебрегать у нас нет такого понятия ну мало ли захотели придумали захотели раздумали кстати очень интересно что им масса их от мигела начинается именно с такого мнения что мигела читается какие числа 11 12 13 14 15 и два раза чего 14 15 что кто-то пришел и придумал еще два дня из-за того что появилась дополнительная причина игра нет 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 все нормально мы видим мы это учим из самой мигелы мы учим там есть спор если мы учим это из одного из манегем или каями мы с какого слова мы это учим но все абсолютно согласны что это установили сами мудрецы когда писали мигелу когда установил устанавливали талах это уже было установлено сегодня мы говорим 14 15 потому что у нас уже причина для 11 12 отпала сегодня извините в древние времена если бы я жил в 45 километрах 42 километрах от работы то я бы возвращался домой в лучшем случае раз в неделю а скорее всего всего раз в месяц почему столько времени на дорогу тратить извините это в одну целый день в одну сторону если пешком даже больше ну если очень поднапрячься день сегодня что такое если пробок нету это час и все нормально если пробок нет пробки отдельный разговор но мы сейчас говорим очень важно понимать что у меня мудрецы установили ограду и они же изначально оставили нам ряд моментов которые возможны уважение к человеку это может быть там страдание животных уважение к умершим есть целый ряд моментов которые могут с точки зрения мудрецов быть ключиком для это калитки для этой ограды цена здесь мы говорим в туалете я не должен застревать я спокойно беру измененным способом отрываю я стараюсь сделать минимальное количество действий то есть если я понимаю что шаббат еще я понимаю что бумага еще нужно кто-то будет пользоваться я возьму и порву не один кусочек а пол мотка сразу если силу то и целый моток можно согласен порвал все сейчас я сделал одно действие вынужденное и сейчас благодаря этому я использую там не знаю 2345 кто сколько использует снова таки один раз другой раз другой человек третий человек и получается что выигрыш запрет действия которое могло бы быть определенного как дыра банан сделано всего один раз зато можно сейчас уважение человеку сделать нужное количество раз если тебе нужно чтобы это было ровно такой величины то тогда это дурайт значит если ты это делаешь просто на автомате потому что так легче запрет сказать это дурайт или дыра банан все-таки скорее будет дыра банан но на грани дурайта самый простой рвать измененным способом не по перфорации кто-нибудь хочет моток принести кто-нибудь хочет моток принести есть здесь такое нет значит ты объясняю как ты берешь моток представляешь что такому так туалетной бумаги вставляешь палец не под первый слой а там через пять слоев через 10 через 20 и рвешь там где у тебя вставлен палец получается что у тебя не ровный разрыв не по перфорации разрыв ты получил пять кусочков зависимости от того сколько слоев ты сделал сколько кусочков ты получил если ты так рвешь что это если мы говорим про один кусочек куда если про несколько я не понимаю что такое так рвать и если ты сделал так или так это не называется если ты обычно нажимаешь на свет указательным пальцем а частично нажал безымянным извините ты не сделал никакого изменения даже если сделал мизинцем или большим пальцем если ты это сделал локтем или плечом бессендер это уже мы скажем изменения потому что с точки зрения удобства разницы человеку каким пальцем он будет это делать практически никакой нет порвешь вот так или или вот так никакой разницы у тебя с точки зрения физики движения нет ты не чувствуешь при этом неудобства если ты рвешь другим способом снова таки я говорю локтем это уже понятно что это уже будет изменение взял и зажал здесь к примеру нужно более легкие изменения но ты решил зажать здесь и вот так вот порвал понятно что это будет считаться измененным способом но если так или так руль и листики в книжке мы люди которые читать любят и не только в телефонах если мне к листики склеены могу я их порвать или нет чтобы есть разные там говорит мне и какие у нас разные там есть если это типографский не дорезали листы потому что вы знаете что очень часто в типографиях это не делают отдельный лист отдельный лист и потом все сшивают а как правило это идет огромный лист на котором у тебя там не знаю сколько 30 страниц которые печатать с одной стороны отпечатывать с другой стороны потом его складывают и режут и сразу получилось что у тебя есть 30 листов причем режут так что то что уходит сюда остается неразрезанным то есть дополнительный фактор чтобы листья листики не выпадали потому что если одиночный то ему очень легко выпасть если это у меня идет секторами то сектор тоже может выпасть но книжка уже у меня будет намного более прочной если у меня осталось недорезанным с такого изготовления категорически запрещено будет резать это непростым способом что будет вообще до урайта неизмененным способом который будет дарабанан здесь мне нет никакого неуважения не никакой другой причины я не могу придумать чтобы мудрецы мне оставили какой-то вход но если к примеру кто-то кушал что-то сладкое и у него упала крошка в книгу и и из-за этого она склеилась от шоколада но конечно редко склеится допустим мед или сахар очень сильно и качественно склеивают листы что можно сделать в таком случае можно раскрыть можно если не пострадает буква значит я должен посмотреть если она сейчас я начинаю их разделять и она вырывает часть из другого из одного из листов я понимаю что порвет буквы то это не с точки зрения корр я будет запрещено с точки зрения стирания с точки зрения корр это разрешено но я должен посмотреть что она у меня не повредит буквы и у меня не будет здесь стирания снова таки рвать упаковку еды разрешили цена изначально разрешили снова таки вопрос с буквами это отдельный вопрос который мы стараемся чтобы не буквы не рисунки надписи и так далее не порвать в любом случае понятно что это будет дарабанан если вы случайно где-то зацепили хотя старались не сделать не страшно но если снова таки если есть необходимость там лекарство открыть может быть порвется букву понятно что это дарабанан это для больного я стараюсь чтобы не не рвались при этом буквы но если порвутся что важнее больной это что мы говорим что мудрецы нам не делали дарабана на него или то что может быть порвутся буквы которая вообще мне не интересует в любом случае здесь только за это фактик практически даже дважды дарабанан уже получается но это не совсем швуд и швуд потому что один из них у меня упирается фактически в дура и такого на такой опасный швуд но это все-таки облегченный швуд получается соответственно я могу это делать то мы с вами начнем следующую группу мы ее не закончим до проблем на самом деле любой знак но это мы потом будем разбирать давай потом когда будем говорить про котов мы это разберем там цена что до сих пор у нас была группа которая связана с тканями в море на не имеет своего отдельного 3 тоже не имеет отдельного названия но я скажу что это группа которая связана с кожи с обработкой кожи то есть у нас будет седа охота как охотятся по еврейски поговорим шхита это когда мы лишаем жизни как тоже поговорим после этого снимания кожи чулочком мавшит следующая обработка кожи мы опять после этого махлик выражаясь на латыни мы счищаем с кожи слой эпидермиса то есть слой который не совсем гладкий и делаем ее гладенькой мы об этом обработка кожи после этого у меня идет мессортет расчерчивание кожи почему для чем для того чтобы писать и и соответственно дальше у меня меха тех по размерам вырезать листы кожи и котов и мохек которые в принципе изначально сегодня то мы пишем уже не на коже на бумаге но изначально писали именно на коже и стирали именно с кожи поэтому у нас такая довольно мощная группа стирать кожи неважно сегодня резинка тоже будет считаться мухой но ты пишешь уже в тетрадке на бумаге и стираешь с тетрадки но тем не менее мы сюда же будем относить и и этим мы увидим что это распространять не только на коже мы сейчас разберем изначально писали да на коже и когда мы сейчас мы разберем пожалуй только сад надеюсь что успеем прошли тоже поговорим следующий раз цар прежде всего с точки зрения определения это когда я поймал животное и лишил его свободы поймать и лишить его свободы лишиться вот ты можешь сказать капкан тоже ну капкана это действие получится не совсем моё то есть я его делаю заранее я могу поставить в пятницу утром капканы вы на исходе на исходе субботы или перед субботой посмотрел пустой после субботы посмотрел там поймался какой-то там газель поймалась в принципе я сейчас говорю не с точки зрения мучиться евреи я ни разу не у меня дети попадали в капканы которые арабы стоит ставят на газели значит евреи извините уже достаточно старых времен охоту как таковую не ведут цена и как правило если они питаются мясом то они питаются мясом домашних животных ну теоретически раньше снова такие очень была распространена вообще в старом мире загона охота то есть ставили стенки которые вначале шли далеко потом сходились и там какой-то что-то типа площади куда всех загоняли и брали какое-нибудь стадо и начинали гнать и она попадала вначале между стенок потом понимала что стенки все уже уже забегали на эту территорию там ставили ворота и после этого брали там газель и резали как правило охота была не капканами и не силками а все-таки через загоны хотя с точки зрения капкана теоретически это тоже возможно ты прав это более жестоко поэтому евреи так обычно не делали цена но как вариант такой вариант волоке упоминается и силы силки и капкан смотри можно ловить иногда это тоже будет считаться охота если я я стою ничего не делаю просто собаки сказал фас и она побежала и поймала кролика это охота или неохота я сделал действия я сделал действия я сделал действия я дал команду я дал команду если я не давал команду собака сама сорвалась и поймала то я никакого нарушения не сделал если я сделал как дал команду то понятно что какие у нас кожи диких были в храме тахаш снова таки это дюгонь или это не дюгонь есть такой перевод это единый морской единорог хотя сегодня есть не морской единорог нарвал но я не думаю что это он потому что у нарвала нет уж шерсти здесь мы понимаем что это было какое-то животное у которого было переливчатая шерсть то есть это что-то из или дюгонь и моржи тюлени и так далее моржи в красном море конечно не водятся но снова таки может быть этого животного вообще сейчас и нет их нужно было ловить сына в принципе некоторые говорят хотя не все с этим согласны прарапанов можно ли назвать что это тоже была охота или нет вопрос просто мы рассматриваем их как носители души или нет отдельный вопрос когда я ловлю понятно что изначально каких животных ловили для того чтобы кушать можно может быть охота на некошерного животного кожи ради кожи чтобы сделать обувь сделать какую-то одежду и так далее может быть вполне охота может быть охоты ради чего-то другого там не знаю у кого-то яд у кого-то еще что-то может быть разные варианты охоты все они принципе с точки зрения подраздела мудрецы сказали что у меня есть производная толада охоты это если есть животное которое зашло в дом я его специально не ловил оно зашло дом в дом и я взял и стал в двери я говорю сейчас не про воробья как воробей на иврите есть два названия есть дрора есть анкор дрор это свобода почему если ты воробья закроешь в комнате ему это параллельно и перпендикулярно он не чувствует себя в западне он себе летает по комнате и он не считается лишенным свободы кстати если я буду стоять в двери то в воробей очень даже может метнуться и постараться пролететь мимо меня через одну из щелей все-таки я не такой чтобы занимать весь проход но если в дом попадет летучая мышь я помню залетела когда еще в донецке маленький был залетела начала метаться по квартире там в итоге на шкафу там на какое-то блюдо упала и лежит и и просто не понимает что где как почему то есть она уже поймана на самом деле то есть и и осталось только взять а нет не из-за размера тело этой мыши было вот такое но крылья у нее все равно такие не считается может считается потому что в воробей себя не чувствует что ты видишь это по поведению ты его ограничил с точки зрения того что он не может сейчас куда-то улететь но но ты его не ограничил с точки зрения ты его еще не поймал пойди поймай воробья в закрытой комнате я даже не про курицу говорю во дворе без проблем я просто подошел взял ее она не будет летать в том-то и дело летучая мышь она для нее находиться в коробке там сколько было 4 метра на 5 за большой комнате она залетела у нас 4 на 5 на 20 на 240 для нее это не размер она извините там круг сделать не сможет полета воробей он на месте может подлететь перевернуться через 20 сантиметров повернуть приподняться на 20 сантиметров опуститься на 10 сантиметров у него будет форточка открыта никакой проблемы у него не будет он найдет эту форточку летит форточку ему не он залетит через окно вылетит через эту маленькую форточку даже через такую без проблем летучая мышь все паника но здесь мы говорили не про летучую мышь самый классический пример это снова таки газель газели здесь ходят я помню то есть сейчас я не на краю поселения когда я жил шутрах или то фактически я был там предпоследний дом и буквы иногда была ситуация что ты смотришь на 20 метрах от тебя ходят газели 20 метров метров 300 200 300 значит свиньи ходят газели свиньи заходят в поселение они меньше большие животные как могут быть наравне с лисицы лисица смотри лисица большая животная больше чем воробей более дикий значит скажи что у воробья преимущество в том что она меня дико согласен без проблем нет если ты его закроешь он залетел у тебя там стоит решетка и стоит окно то есть грубо говоря между ними просветом обычно там три сантиметра непонятно не поместится но пять сантиметров семь сантиметров ты сейчас там его закроешь и тогда считается его поймал нет про насекомых он именно пишет между решеткой и и окном или внутри шкафа не 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 можно то что нельзя если ты сейчас фактически его загнал в очень охота с насекомыми дробанам запретили потому что похоже на охоту до согласен с это однозначно тоже есть обсуждение есть у меня интерес или нет я понимаю что вот это вот охота поймал значит погладил здесь тащит за шею можно его тащить но не поднимать его не отрывать от земли снова такие с мухами мы сказали действительно если это внутри шкафа то это будет проблема или внутри окна ловите рыбу из аквариума тоже будет запрещено с очком ловите мышей ставить ловушку для мышей в шаббат я тоже не могу принципе есть еще отдельные моменты по поводу птицы или животного который знает свое место я могу его выпустить из клетки чтобы он погулял и вернулся обратно в клетку я могу его закрыть в клетке при условии что он знает что это его место и он возвращается дрессированный и то же самое с собаками я не могу просто тянуть собаку если она не умеет она еще недостаточно дрессирована и не могу с ней гулять шаббат я и лишь а я еще славлю если она готова то я могу спокойно и и отпустил потом снова зацепил это не будет считаться потому что для нее это является нормой